на западном фронте без перемен один из победителей состоявшийся церемонии вручения премии оскар картина удостоилась четырех статуэток следующих категориях лучшая работа оператора художника постановщика саундтрек и наконец лучший фильм на иностранном языке всего же у ленты было 9 упоминаний в том числе за лучшие визуальные эффекты где победу без вариантов одержал аватар путь воды на моем канале есть видео об этой картине обязательно посмотрите но сегодня поговорим о военном кино фильм на западном фронте без перемен знакомит судьбой молодого немецкого солдата пауля боймера который становится участником сражений первой мировой войны пауль и его товарищи на собственном опыте убеждаются в том что первоначальная эйфория от войны превращается в отчаяние и страх когда они борются за свою жизнь в окопах лента режиссера эдварда бергера основана на всемирно известном одноименном бестселлере эриха марии ремарка фильм снят от первого лица с длинными кадрами эпическими и реалистичными визуальными эффектами которые добавляют действию масштаб или наоборот делают его более интимным и герметичным супервайзером компьютерной графики на этом проекте был фрэнк пиццольт начинавший карьеру в студии фила типита задачи многочисленной группы художников входило создание фотореалистичных визуальных эффектов которые не отвлекали бы зрителей от литературного и кинематографического наследия фильма вся работа над графика опиралась на обширные исследования чтобы оставаться исторически как можно более точными пиццольт неоднократно в интервью подчеркивал что использовал свое ремесло в качестве еще одного инструмента для поддержки и подчеркивания актерской игры которая всегда служит фундаментом для эмоциональной драмы съемки проходили в чехии в тяжелых условиях и отличались напряженностью в окрестностях праги были оборудованы не только немецкие французские окопы но и также ничейная земля между ними и внутренняя территория включая колючую проволоку воронки от бомб туши животных и трупы упавших солдат за две недели до старта съемок пошел снег поэтому земля подмерзла но когда группа приступила к работе погода изменилась и в мгновение ока площадка превратилась в грязевую ванну передвигаться поэтому импровизированному полю боя стало физически и психологически непросто но режиссер был в восторге перед началом съемок эдвард бергер совместно с оператором постановщиком картины проработал видеоряд в виде раскадровок если это была привычная разговорная сцена то бывает достаточно и и словесного писания в режиссерском сценарии например когда генерал фридрикс сидит за столом со своим адъютантом и есть утку то это технически относительно простая сцена на которой часто достаточно перечна крупности кадров но для сложных сцен таких как сражения мы использовали подробные раскадровки и аниматики режиссер и супервайзер подчеркивают что раскадровки были нечто вроде съемочной библии они не только снимали фильм точно так как изначально прорисовывали но и монтировали его почти точно также все локации и реквизит производственная группа отсканировала и впоследствии смоделировала в 3d чтобы при необходимости дополнить ими сцены появление первых танков было реализовано также в графике поскольку команда хотела чтобы машины выглядели как гигантские существа по своей природе художники vfx хотят делать все громко масштабно броско и находить невозможные ракурсы но с самого начала все в каждом отделе знали что эта история должна быть рассказана правильно что должно быть место для актерской игры и для сюжета визуальные эффекты не могут отвлекать поэтому вместо того чтобы придумывать большие безумные вещи мы вложили все усилия в детали и точность рассматривая это как исторический документ который возможно будут смотреть подростки в течение следующих 100 лет фильме есть несколько важных сцен где солдаты бегут по полю боя и рядом с ними взрываются всевозможные боеприпасы что из этого было снято на площадке а что реализовано на компьютере в целях безопасности нельзя производить взрывы слишком близко к ведущим актерам и даже у каскадеров есть определенная зона безопасности что касается среднего плана то мы смогли скомпоновать его используя классический трюк с принудительной перспективой взрыв большего размера произвели позади парня но все что увидите на дальнем плане было вставлено уже на этапе композитинга случае с обломками и осколками то это иногда был реальный реквизит который разбрасывали техники находившиеся вне кадра но чаще компьютерная симуляция поскольку мы снимали на улицу ночью под дождем то некоторые задумки не сработали на площадке как планировалось но в целом для меня это было хрестоматийная постановка я бы сказал что около 95 процентов визуальных эффектов сработали так как мы рассчитывали у съемочной группы был только один танк на ходу который мог проехать несколько десятков метров но из-за грязи на площадке его подвижность была сильно ограничена в итоге он послужил основой для сканов и последующих 3d моделей которые участвуют в танковом прорыве в дымке тумана обычно в моих фильмах есть существо или монстр поэтому танк стал существом вдалеке виднеется какая-то фигура вы не можете понять что это такое а потом поднимаются и проступать его черты вы снимаете вас нижних героических ракурсов и он обозначает свое присутствие во всей красе есть одна маленькая деталь связанная с танком который едет по траншеям нам пришлось снимать эти кадры на специальном отдельном окопе потому что основная декорация не выдерживала веса и когда я снимал этот танк мы положили бревна чтобы он смог забраться и переехать траншею и это было здорово поскольку все почувствовали рев машины а бревна потом удалили из кадров таким образом съемочная группа старалась по максимуму снимать на площадке и использовать физические эффекты которые дорабатывали средствами композитинга только дым и танки на общих планах были компьютерной графикой реализованы в гудине даже массовка это статисты которых снимали отдельно и множили путем композитинга в программе нюк они софте для управления агентами искусственного интеллекта наш бюджет был очень ограниченным но с точки зрения исполнения все получилось мне снова удалось поработать с отличным вендором пражской студии ю пи пи с которой я работал над сериалом террор мы супервайзером студии находимся на одной волне любим возиться и вместо того чтобы сесть за компьютер и запрограммировать что-то безумное мы лучше пойдем в мастерскую и посмотрим сможем что-то построить самостоятельно фильм на западном фронте без перемен стал событием в мировом кино не только благодаря своему высокому художественному качеству но и актуальности спустя сто лет на территории европы вновь зазвучала канонада и начали разрываться снаряды если вам понравилось мое видео то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал всем добра